Ипман И хотя в этих фильмах огромное количество художественного вымысла и даже, прямо скажем, научной фантастики, но всё же частично сюжет основывается на истории жизни мастера. В этом видео мы разберём несколько достоверных историй из жизни Ипмана, на основе которых и были поставлены некоторые сцены в фильмах. Однако следует понимать, что эти сцены гипертрофированы для пущего эффекта и в реальной жизни всё было менее красочным. Начнём с той сцены, когда к Ипману пришёл дерзкий парень и попросил победить его, и только тогда он будет согласен стать учеником. Многие уверены, что прототипом этого парня был Вонг Шун Леунг, молодой дерзкий парень, который был боксёром. У его отца были друзья, которые практиковали винчун, и они часто говорили ему, насколько хорош учитель Ипман. Вонг, будучи убеждённым боксёром, не верил им, поэтому решил сам сходить в школу Ипмана и бросил ему вызов. Ипману на тот момент было 50 лет, а Вонгу 18. Как рассказывает сам Вонг, Ипман очень легко одолел меня, и я был, мягко говоря, поражён. Я просто не мог поверить, что этот маленький пожилой человек может быть настолько хорош. В итоге Вонг бросил занятия боксом и перешёл в винчун. И однажды, отвечая на вопрос, почему он сказал, как-то раз, спустя время занятий винчун, я решил поспаринговать с хорошим боксёром, так сказать, по старой памяти. Я отбил его атаку при помощи техники винчун, в результате чего травмировал его. После этого для меня с боксом было покончено окончательно. Теперь давайте вспомним тренировки на крышах. Ипман действительно вёл занятия на крыше, и сейчас вы можете наблюдать очень редкий кадр тех самых тренировок. Прямо как в фильме Помните ли вы сцену, когда Ипман разгоняет толпу врагов с помощью длинного шеста? Владение длинным шестом является частью искусства винчун. И этот случай, конечно, серьёзно приукрашен в фильме, но он произошёл на самом деле в 1956 году. Однажды утром, проходя мимо рынка, один из учеников увидел почти 60-летнего Ипмана, своего учителя, дерущегося сразу с шестью людьми. В том году в городе были проблемы с поставками воды, что вынуждало ходить за водой к рынку, где был единственный в районе работающий кран. Местные рэкетиры узурпировали этот кран и брали со всех жителей по 50 центов за каждое ведро воды. Ипмана такой расклад не устроил, и он отказался платить. В итоге началась потасовка. Бандиты были вооружены палками, а у Ипмана в руках был тот самый длинный шест, и это была отличная возможность для его применения. Ученик Ипмана поспешил к нему на помощь, но не успел, поскольку часть бандитов лежала на земле, а часть убежала подальше. А что насчет того, когда один мастер кунг-фу приходит к другому, и они пытаются выяснить, чье кунг-фу сильнее? Отдаленно похожий случай произошел в реальной жизни. Преподаватель кунг-фу Леон Шаун познакомился с Ипманом, когда тот бомжевал в порту, и, пожалев, приютил его в своей школе, чтобы просто дать ему кровь над головой. Он отнюдь не подозревал, что 54-летний Ипман тоже мастер боевого искусства. На самом деле, мастер Ипман был богачом из китайского города Фашань. Однако, в результате Второй мировой войны и последовавшим за ним приходом к власти коммунистов, он потерял не только все свое состояние, но также умерла его жена. Все это очень сильно повлияло на него, и он вел бродяжнический образ жизни. Так вот, Леон Шаун, мастер стиля Бак Мэй, вел очередное занятие и показывал технику своим ученикам. Он показывал связку ударов по воздуху. Вдруг в комнате услышался смех. Это был смех того самого бродяги. Леон Шаун остановился. Его лицо покраснело от гнева, и он спросил. «Эй, старик, я разве показал что-то смешное?» «Несколько месяцев назад мы нашли тебя в Макао. Ты жил в контейнерах для мусора. Мы привели тебя сюда, в зал нашего союза. Мы дали тебе место, чтобы спать, и еду, чтобы есть. «Самое минимальное, чтобы ты мог сделать, это проявить немного уважения, когда я преподаю». Ипман ответил. «Тогда наименьшее, чтобы вы могли сделать, это проявить немного уважения к тому искусству, которое вы преподаете. Я давно наблюдаю за вами, и единственное, чему вы их учите, это бить по воздуху. Но воздух не бьет в ответ». «Да, вы правы». Брюс Ли с его фразой о том, что доска не бьет в ответ, просто слегка изменил выражение Ипмана. И эта фраза стала популярной. Но вернемся к истории. «Послушай, старик, уже зарычал мастер Леун. Если ты думаешь, что ты что-то понимаешь в этом деле, то давай немножко потанцуем с тобой». Ипман имел рост примерно 155 сантиметров и вес 50 килограмм. Он казался ребенком рядом со своим противником, чей рост был 180 сантиметров и вес 90 килограмм. Но во время этого поединка, который проходил на глазах многочисленных очевидцев, Ипман, казалось, без больших усилий гонял мастера по всей комнате. Как ни пытался атаковать Леун Шеун, но раз за разом он падал в результате подсечек. В итоге Леун Шеун признал поражение и передал свой класс Ипману, но сам стал старшим учеником. Что касается четвертой части фильма, то в ней нет ничего от реальной жизни Ипмана, потому что Ипман никогда не прилетал в Америку к Брюсу Ли. Более того, их отношения были конфликтными. Когда Брюс Ли стал известен, он прилетел из США в Гонконг и попросил Ипмана обучить его оставшейся части Вин Чун. Он также хотел снять фильм про Вин Чун и взамен предложил купить Ипману квартиру. Брюс совершил серьезную ошибку. Он так подчеркивал роль денег, чем задел самоуважение Ипмана, и поэтому Ипман отказал ему. В итоге Брюс Ли, разочаровавшись, вернулся в США. Он понимал, что никогда не сможет позиционировать себя как первый номер Вин Чун. Именно по этой причине он начал изобретать свой собственный стиль Джит Кун До, основанный на принципах Вин Чун с техникой ног из карате и савата. Правды ради стоит отметить, что Брюс Ли редко показывал Вин Чун в своих фильмах. К примеру, прикладное применение фронтальной позиции тела осталось для него загадкой, и почти все его боевые сцены характерны развернутыми боковыми позами. Некоторые считают, что будь у Брюса Ли цельное понимание Вин Чун, то никакой нужды в создании Винегрета под названием Джит Кун До не было бы. Друзья, если вам понравилось это видео, то поддержите нас, поставив палец вверх. Расскажите, какая часть фильмов про Ипмана понравилась вам больше всего. И до новых встреч на канале! Редактор субтитров А.Семкин